Шелкопряд – вредитель местный, говорит директор Центра защиты леса Рязанской области Галина Кононова. А идеальные условия для размножения у гусеницы – хорошая погода. А значит, условия в Рязанской области с ее теплой весной были самые подходящие, говорят экологи. Но добавляют, что идет это нашествие уже не первый год. И идет, как волна, по нарастающей. Лественные деревья обидают. У них есть своя защита, запланирована все природой. Что они потом могут опять листики отрастать. Причем это будет не на следующий год, это будет в этом же году год объедания. То есть в августе мы, когда уже поедем в лес, мы такого картинки не лицеприятной, которую сейчас видим, не увидим. Там уже будут на деревьях листики. Галина Кононова добавила, что продолжаясь вспышкой даже 2-3 года, для леса это не страшно. Тем более леса эти обрабатывали в прошлом году химикатом 4 класса опасности, то есть наименее опасным для всех. В городских парках использовали другую тактику. Здесь уже химикаты не разольешь. Приходилось бороться за каждое дерево. Вручную. В течение нескольких дней проводилась механическая сборка кладок и так называемое нефтевание. Когда кладочку мажут маслом отработанным, она покрывается пленкой, яйца уже не могут дышать и они погибают. Обработали два парка – ЦПК ИО и Братство по оружию. Перед битвой с гусеницей провели разведку местности. Осмотрели деревья, нашли кладки яиц. Расположены они всегда не выше полуметра над землей. Выглядят как маленькие коричневые шерстяные комочки. В Центральном парке культуры и отдыха специалисты насчитали по 500 яиц на каждом дереве. Благодаря кропотливой работе в прошлом году гусеницы в парке не вылупились. Поэтому подсчет проведут снова. Если в этом году наши наблюдения покажут, выявят опять такие кладки, конечно же, такие мероприятия мы будем проводить. Нам в этом очень помогали волонтеры. В этой нелегкой борьбе специалисты просят помощи и у горожан. Если обнаружите в своем дворе такую кладку, то просто счешите ее металлической щеткой. И тогда распространение удастся предотвратить. Хотя бы локально. Ко всем жителям города хочу обратиться. Пожалуйста, зимой кормите птиц, кормите синичек. Потому что синички, они поедают очень массово. Вот эти первые маленькие гусенички, которые шелкопряды, которые ползают и разлетаются на своих ниточках. И они являются их естественным природным уничтожителем. Кроме синиц, шелкопрядов поедают еще и кукушки. Однако этих птиц в регионе не так уж и много. Стало быть, бороться за парки будут вручную. С привлечением волонтеров.